Барда Барда И сегодня он снова возвращается в этот зал своими песнями в родную Альма-Матер Альма-Матер, Альма-Матер, лёгкая ладья Белой скатертью дорога в ясные края Альма-Матер, Альма-Матер, молодая Брыц Обнимись, народ лохматый, нам далёко плыц Ведь отважный облик дружный, ветер влажный, ветер южный парус Альма-Матер, Альма-Матер, старый драндулет Волны катятся полога, белый скатертью дорога в ясные края В доме висит громада набежавших лет Ветер грозный, век железный и огонь задут Здравствуй, здравствуй, пес на блесны, как тебя зовут Обними покречи брата, он тебя любил когда-то давние дела Пожелай совсем немного, чтоб нам с тобой дорога скатертью была Альма-Матер, Альма-Матер, прежних дней пиры Не забудем аромата выпускной поры Лёг на плечи, лёг на плечи наш нелёгкий век Обними меня покречи верный человек Видишь, карточка померла Лыжных курточков щенят Я в этом смерти ни одной Волны катятся полога, белый скатертью дорога в ясный Выпускной Волны катятся полога, белый скатертью дорога в ясный Выпускной Альма-Матер, прежних дней Добрый вечер, дамы и господа, ближний Барышни и юноши, ближний Еще раз. Добрый вечер, дамы и господа, барышни и юноши, аборигены Миссис и наши гости. Меня зовут Игорь Фараджев. Я буквально выторговал право вести этот концерт, почетное право. Это очень важно для меня, потому что, не обладая талантами, определенными, как остальные участники концерта, для меня это единственный способ выразить любовь, признательность и восхищение Виктора Семеновича Берковского за то, что он создал для нас свой неповторимый мир песен Виктора Берковского. Весьма символично, что этот концерт проходит в стенах Миссис. Ведь основная жизнь Виктора Семеновича проходила здесь. Более полувека его жизни связано с институтом и до самой кончины он был профессором кафедры пластической деформации специальных сплавов. Песни Виктора Берковского значительно популярнее, чем его имя как композитора. Я всегда спрашиваю своих студентов здесь, в Миссисе, знают ли они, кто такой Виктор Берковский. Ответ, как правило, отрицательный. И только когда я называю несколько его песен, оказывается, что, конечно же, они их знают. Только один из моих студентов признался, что он не только знает, кто такой Виктор Берковский, но и пел его песни в школьной самодеятельности. За это ему бонус. Студент третьего курса Константин Булатов сейчас исполнит песню Берковского на стихи Навелой Матвеевой «Песня шагом к шагам». Это первая дошедшая до нас песня, написанная Виктором Берковским. А компонируют Богданов, Тарасов и Хупас. Песня шагом к шагам под британский флаг. Навстречу пальма пыльная Плыва издалека Меж листами кровь заката Словно к ране там прижата С растопыренными пальцами Рука Ты не седуй, Тобик, О родимом доме Бей барабан, бей барабан, Эй, Тобик, не грусти Слева слава, справа слава Впереди и сзади слава И забытая могила посреди И взвелась рядом С пулей и со снарядом Песенка о добрых кобрах И дневных недобрях Об акулах благодарных О казармах лучезарных И о радужных галерных водеях Как нужна ли миру Киплингова мира Бей барабан, бей барабан, Эй, Тобик, не грусти Властью песни быть людьми Могут даже смей Властью песни из людей Можно сделать злей Песня шагом, шагом Под британским флагом Навстречу пальма пыльная Плыва издалека Меж листами кровь заката Словно к ране там прижата С растопыренными пальцами Рука Аплодисменты Вот так уже работает микрофон? Нет? Работает! Замечательно! Виктор Семенович был очень требовательным к тексту своих песен Вот часто песни объиграют так Музыка Калмановского, слова Ашанина В случае песен Мирковского совершенно не копится Это не просто слова, а стихи в самом строгом смысле этого слова Поскольку сегодняшний концерт носит и образовательный характер Я хочу зачитать список некоторых замечательных поэтов На стихи которых он писал музыку Это Рядьяр Киплинг и Иосиф Бродский Эдуард Багрицкий и Даниил Хармс Михаил Светлов и Николай Рубцов Борис Слуцкий и Давид Самойлов Булата Куджава и Юрий Висбор Арсений Тарковский и Геннадий Шбаликов Юрий Левитанский и Дмитрий Сухарев Евгения Тувшенко и Роберт Рождественский Навала Матвеева и Юна Морец Но без музыки Берковского эти стихи оставались предметом наслаждения Достаточно узкого круга знатоков и любителей поэзии Став песнями Берковского Эти песни приобрели всенародную известность и любовь Я знаю несколько прекрасных поэтов Которые были бы счастливы Если бы Виктор Берковский в свое время написал хоть одну песню на их стихи Творчество и фигура Виктора Берковского Прошли большим количеством легенд и баек Одну из таких баек я слышал от трех разных людей в трех разных вариантах Я попробую воспроизвести ее в интерпретации самого Виктора Семеновича В 1981 году трио Берковский, Бочкина и Богданов были приглашены с концертом во Владивосток Устроители концерта преподнесли им княжеский подарок Прогулку по Японскому морю на океанском катамаране Неожиданно разразился сильный шторм Сорвало паруса, сломало одну из мачт Волны перекатывались через палубу И когда экипаж и пассажиры были готовы к героической смерти Берковский, остававшийся единственным пассажиром, которого не берет качка, запел По рыбам, по звездам проносит шаланду Шторм стих так же неожиданно как и начался И в результате сама собой запелась другая морская песня Получилось хорошо Как и всякая легенда Это, возможно, весьма далека от истины Но морские песни Виктора Берковского Часто поддерживают дух людей отважных профессий в сложных ситуациях Сейчас спеть эти песни вам помогут Лидия Чебоксарова, Дмитрий Богданов, Константин Тарасов и Сергей Худас Ну, как говаривал Виктор Семенович, песни эти все для совместного использования Я уже услышал голоса и хора Миссис, сидящего в зале на первой песне Я надеюсь, что сейчас мы расширим этот хор и дальше Мы начнем с другой песни Выберу самое синее море Белый, прибелый, возьму пароход Сяду, поеду, дорогой прямою Все на восход, на восход, на восход Он не пароход Твой пароход Не бескон Он личник свежий Над клятвою Где-то Утреный лод Завод От рассвета На дальний восток На дальнем востоке Пушки молчат Молоденькие мальчики Скучают без девчат Не хнычут Не хнычут Не ворчат Моя часть В порядке Здесь И в домино стучат Синее море Синее море Белый пароход Сяду, поеду На дальний восток На дальнем востоке Уж не молчат А русские у тебя Скучают без девчат Синее море Выберу самое синее море Белый хребелый возьму В пароход Сяду, поеду Дорогой прямой Все на восход На восход Все на восход На восход На восход Гребен Перенок Перенок Это пряно Перенок Перенок Море вынесло На берег Солнце Водопад Испарив Получил Хорошо Пришел я, пришел, дал лыки на спину И прикрыл рубакой спину И запел поэдорам, Получилось хорошо А подборку это синий, Отливающий слюдой Океан с его подсиненной Подсотой водой Это вроде как кораблика, Корявая спина Эти крабы, эти раки, Это крепкая волна Этот берег, он как счастье, И на пропасти вершок Я прикрыл глаза отчасти, Получилось хорошо И запела, пела, заискрилась Океан в моем мозгу Сухопутная я крыса, И торчу на берегу Мне бы едем, мне бы гашку, Синione глаза плибать Мне бы бросить этот берег, Им от Highness наиву Вот ведь плачь, а сердце верь, Что и в правду уплывут. Куда ты уехала с юзей, По веткам морей, В берегах, На землю, на ветрую землю, Ложится вечерняя тень, И гаснет звезда, И успеет разгореться. Куда ты уехал с юзей, Ложатся вечерние розы, На ветрую землю мою. И нету, и нету в ответ. А птицы не поют, Не падет за тихих тростников, Только звук твоих шагов Слышу я. И зову тебя, Зову темный берегов. Ни весен, ни песен, Лишь осень умрет за окном, И вряд ли я тут Не сплюсь здесь, Пока с лингерским вино. Звездо, да я и не думаю ждать, На черной теплой воде, Нельзя отогреться в звезде, И гаснет звезда, Не успеет разгореться. А птицы не поют, Не падет за тихих тростников, Только звук твоих шагов Слышу я. И зову тебя, Зову темный берегов. Куда ты уехал Слышу? Куда ты уехал Слышу? Куда ты уехал Слышу? Куда ты уехал Слышу? Каждый имеет право иметь любимую песню Виктора Берковского. Так вот для меня это только что исполненная песня, Куда ты уехал Слышу? Я собираюсь употребить пару терминов, Которые возможно известны не всем, Но они наверняка известны технарям, И естественно научникам. Так пусть те, кто знает эти слова, Объяснять тем, кто не знает. Итак, если составить гистокрамму, Количество песен, написанных Виктором Берковским На стихи различных поэтов, То мода этой гистокраммы придется на Дмитрия Антоновича Сухарева. Нужно сказать, что этот концерт сегодняшний, Это второй концерт в серии «Альма Мата». Первый состоялся ровно неделю назад в МГУ, И был посвящен выпускнику биофака МГУ, Известному поэту и биологу, Профессору Дмитрию Сухареву. Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ Когда понял, что я в моду вошел у Берковского. АПЛОДИСМЕНТЫ И еще Борис Александрович перед этим За некоторое время сказал, Что многие поэты были бы счастливы, Если бы Виктор Семенович написал музыку на их стихи. Я к этому хочу добавить. Один очень известный поэт мне говорил, Слушай, скажи Берковскому, Чтобы написал на мое стихотворение, Я ему хорошо заплачу. АПЛОДИСМЕНТЫ Это действительно реальный случай. И если бы я платил за все песни, Которое Берковский написал на мои стихи, Я, наверное, давно бы уже разорился. Или... Ну, даже и не разорился. Но не важно. Я видел программу сегодняшнего вечера. Организаторы его написали мне, Чтобы я прочитал стихотворение «Фиеста». Я это делаю с удовольствием. И поясню, что это стихотворение было написано в 79-м году, После того, как я впервые побывал на Грушинском фестивале, Берковский, может быть, был не в первый раз, Но, может, тоже в первый раз. Нам там было очень хорошо. Мы жили в одной палатке, Нас кормили биофаковцы супом. И в этом стихотворении есть одна строчка, Которую я должен пояснить. Там, и глядя в Вольфовичу юным феям, Я шел с пузатым корифеем. Дело в том, что эта строчка вызвала Ожесточенный спор между Висбором и Берковским. Каждый из них претендовал на то, Что пузатым корифеем был он. А я не мог разрешить этого спора, Потому что я просто не помню, кто это был. Забудуль пеструю лавину, Катившуюся в котловину На наше сдержанное, ах! По склону барды мчались бодро, Мелькали бороды и бедра, Скакали спальники и ведра, Гитары прыгали в чехлах. Какие ждут нас дни и ночи! Нет, здесь не Сопот и не Сочи, И мы иные, мы охочи, До песен собственных кровей. Певцы, певуньи, вы все теле, Откуда вы поналетели? Пред циклопичностью затеи, Рази нурот, как муравей. Держись, мурашки, Крипи рассудок, Забудь про сон на трое суток, За ситуацией следи. Бивак разбит, котлы дымятся, Уже тылы к огню теснятся, Битлы с томой утомятся, Чехлы давай, теперь иди. И глядя в очи юным феям, Я шел с пузатым корифеем, Я брел среди ночных костров, Ночных шатров, ночного бденья, Я шел и делал наблюденья, И все балдел до обалденья, И бормотал обрывки стров. И чудно было мне, и сладко, Мы шли, и каждая палатка Свой стиль, свою являла страсть. На вазе служат нашей музе, Иначе, чем в казанском вузе, Но состоя в одном союзе, Поют и те, и эти в сласть. Так что ж поют? Поют, что надо, чужого нет, Булат, Гренада, и молодые имена, И мы с тобой имеем место. Какая дерзкая фиеста, Какая странная страна, Немыслима, необъяснима, Увы, кому недонуслима В незмусоленной глуши, Я вас люблю, и этот праздник Писать желание раздразнит для вас, Что значит для души. Да, я люблю вас, в этом дело, Я ваш, и мне не надоело Тянуться к вашему огню, А если петь-то с вами вместе, А песня — это дело чести, А чести я не уроню. А дым Отечества так нежен, Когда он с вашей песней смешан, Спасибо вам и за него, Не фимиан и не завеса, Он просто дым, он запах леса, Он ест глаза, да что с того. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вообще жизнь Берковского была связана с заводом «Непроспецсталь», и когда он был совсем маленький, 8 лет, началась война, он с мамой уехал в эвакуацию именно с этим заводом. Отец Семен Михайлович пошел на фронт, он не очень долго воевал, в 1942 году у него были ранены обе руки, и он был демобилизован. Это я к тому говорю, что и у меня отец воевал на фронте, и нам с Берковским было особенно дорого написать песню, посвященную тем, кто не вернулся с войны, такого типа реквина, песня. Вспомните, ребята. И когда в нем грел смелый гром, нам судьба и новый начертан, нам не призывно, нам не привезло воинство крестного квартала. Силые метели, свет по земли, все календари облетели, годы нашей жизни, как составы пролетели, как же мы давно осиротели. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, разве это выразить слова, как они стояли по военкоматам, с бриками навечно голова. Вспомним их сегодня всех до одного, вымастивших страшную дорогу, скоро кроме нас уже не будет никому, кто вместе с ними слышал первую тревогу. И когда на небе грел смелый гром, трубами районного оркеста, мы глотали звуки, ярости и муки, чтоб хотя бы музыка воскресла. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, это только мы видали с вами. Как они шагами от военкомата, с бриками навечно голова. И когда на небе грел смелый гром, трубами районного оркеста, мы глотали звуки, ярости и муки, Что хотя бы музыка воскресла. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, это только мы видали с вами. Как они шагами от военкомата, с бриками навечно голова. Дмитрий Сухарев. Мы знали, что вам понравится, поэтому еще несколько песен Сухарева споем. Сухарева и Берковского. Вот очень значимая для них обоих песенка. Написана она была для кинофильма «Пока ты спишь». Это, как Виктор Семенович говорил, снято на студии научно-поп фильмов. Он очень любил слово «науч-поп». Там детям в доступной форме рассказывал, что во время «Пока они спят», Москва живет, молоко ввезут в магазин, еще что-то происходит. И они придумали песню для этого кинофильма. Дмитрий Антонович первый раз написал свои основные специальности биолога, он физиолог. И эта песня о физиологии животного по имени Тиниталкай. Но в фильм песня не вошла, потому что члены ученого совета киностудии не знали такого зверя. Но мы-то знаем. В царстве страны, в царстве сон, в царстве сна не занесет. На вокзале спят перроны, на газоне спят пионы, чемпионы спят в постели. Эти за день по потерь, и только у тени толкая физиология такая. Ни явно, ни тайком, не может ли он уснуть, уснуть? Он на дною головою видит сок продульский пряник. А другую головою влево глянет, вправо глянет. Клако молоково с ребятом тащит, на него тянет, толкнет глаза в доращит. То потянет, то толкнет, глядишь, поможет. Ведь ночью без работы он не может Поскольку тени такая Физиология такая Ни явно, ни далеко Не может целиком уснуть Уснуть В обожжном переулке Обожжник лепит булки Ему ночной порой Поможки не нужны Где-то кипит, кипит, работа Кипит, кипит, работа Кипит, кипит, работа Погода мы с тобой Цветные видим сны По счастью тени такая Физиология такая Ни явно, ни далеко Не может целиком уснуть 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 Виктор Семенович очень любил всякие музыкальные эксперименты, он же вообще начинал выступать в молодежном кафе под джазовый аккомпанемент, под джазовое трио. И вот я думаю, он бы порадовался, если бы услышал сейчас новую интерпретацию его песни на стихи Сухарева «Апрель, апрель на улице» Я приглашаю на сцену лучшего главного укулелиста страны Честно говоря, единственного Евгения Булева А вот давай в тучу В тучу В тучу В тучу В тучу Вот этот вот музыкальный инструмент, это и есть укулеле Вот с таким названием Самый настоящий музыкальный инструмент, придуманный на Гавайях Очень актуальная для сегодняшнего дня песня, потому что говорят, что завтра опять будет ноль и пойдет снег Написано ровно пятьдесят лет назад в противоположной ситуации, тогда снега не было аж с февраля Апрель, апрель на улице А на улице февраль Еще февраль на улице, а на улице апрель А на улице апрель И крыши все затахлили И солнышко печок Взять и мне затахли Под снежничком пучок И взять в лавровке лепочку, чтоб запах утекла Лимозную плеточку, весточку тепла Апрель, апрель на улице, а на улице февраль Ищет февраль на улице, а на улице апрель Не только под крышей, на самом ветерке Знает девчонка рыжая, в зеленом светерке Знает веселой, милой, милой весьма А может в рамку минула, сгинула зима А может в рамку сгинула солнышко печок И то, что шрубку скинула, то слава и почок Апрель, апрель на улице, а на улице февраль Ищет февраль на улице, а на улице апрель И я стою на улице, шалый и хмельной Улица шатается, ходит подо мной И я рот закрылся в Пасхе, держу едва-едва Вот эти шалопайские шампанские слова Ой, весточки мы ранние, ветры издалека Весенние, бескрайние, веселые, слегка Апрель, апрель на улице, а на улице февраль Ищет февраль на улице, а на улице апрель Ищет февраль на улице, а на улице февраль Ищет февраль на улице, а на улице февраль Ещё февраль на улице, а на улице апрель. Музыка не Берковского, а откуда из... Это венесуэльская народная музыка. Венесуэльский вальс. Собра! Я думаю, что Семенович очень бы порадовался этим номером. Номер называется, я бы его назвал, «Почувствуйте разницу». Укулеле, как и всякие... В куче можно как угодно, но самому всё-таки надо настроиться. Укулеле, как и всякий маленький, изящный предмет, очень капризен. Я ещё попрошу двух режиссеров Холла поглубже. А произведение, которое мы сейчас исполним, оно не только является иллюстрацией к многообразию жизненных форм, существующих на этой планете. Ну и как будто бы написано для этого дивного инструмента. КОНЕЦ 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 Георгий Васильев и Алексей Ивашенко – это какой-то многолитый янус в мире авторской песни и современной музыкальной культуры. Гоша и Лёша – это они. И Василь – это снова они. Инициаторы, продюсеры и участники песен нашего века – опять они. Наконец, они же – авторы и продюсеры музыкла «Норд Ост». Алексей Ивашенко, кроме того, совсем недавно совершил героический поступок. Он осуществил постановку ещё одного прекрасного мюзикла «Обыкновенное чудо». К сожалению, Георгий Васильев не смог участвовать в сегодняшнем концерте, так что Алексею придётся отдуваться за двоих. АПЛОДИСМЕНТЫ Приветствуйте! Добрый вечер! Я очень страшно переживал, что не может сегодня быть здесь. Всем огромнейший привет! И я, в общем, в каком-то смысле уполномочен и чувствую ответственность. Спасибо большое! Странному волнуюсь – страшно. Дело в том, что, как и большинство, наверное, здесь выступающих, это уже почти что закон. Я познакомился с песнями Виктора Бирковского гораздо раньше, чем с их автором. И многие из них совершенно откровенно считали, ну, как народные песни, их народ поёт, люди поют, их передают из уст в уста. И я их выучивал, и пел, и плакал над лошадями, которые умеют плавать. И девчонкам пел эти песни. И потом вдруг узнал, что их сочинил один человек. Махина такая. Глыба. Вы знаете, в нём было что-то такое настолько мощное, и при этом настолько простое, что очень хотелось ему показать, что сам начинаешь сочинять, услышать его такой басок. Проще надо. Проще. Вот тут уже сегодня говорили про морские песни. Это не морские, они не вполне морские. Вот разве это морская песня? Я считаю, что такие песни нужно в школе преподавать. Вести какой-то особый урок. Урок, не знаю, в жизни, что ли. Преподавать песни Виктора Берковского. Чтобы люди понимали, как... Ведь славами же не научишь жить. Научить жить можно и только чувствуем. И вообще, у меня давно уже бродит мысль такая, вот собрать как-то народ и устроить фестиваль грандиозный. Вот фестиваль имени Виктора Берковского. Есть такой фестиваль неформатной музыки «Мама Кабо». Очень популярное слово «Мама Кабо». Устроить фестиваль неформатной авторской песни имени Виктора Берковского «Папа Сатирос». Я когда-то состарюсь Память временем смоет Если будут подарки Мне к тому рубежу Не дарите мне берег Подарите мне море Я за это, ребята, вам спасибо скажу Я за это, ребята, вам спасибо скажу Подплыву я по морю Жизнь свою вспоминая Вспоминая свой город Где остались друзья Где все улицы в море Словно реки впадают И дома, как баркасы На приколе стоят И дома, как баркасы На приколе стоят Что же мне еще надо Да, пожалуй, хватит Лишь бы старенький дизель Безотказно служил Лишь бы руки устали На полуночной вахте Чтоб почувствовать снова Чтоб пока что ты жив Чтоб почувствовать снова Чтоб пока что ты жив Лишь бы я возвращался Знаменитый и старый Лишь бы доски причал Проходя прогибал Лишь бы старый товарищ От работы устал С молчаливой улыбкой Руку мне пожимал С молчаливой улыбкой Руку мне пожимал Я когда-то состарюсь Память времени сможет Если будут подарки Мне к тому рубежу Не дарите мне берег Подарите мне море Я за это, ребята Вам спасибо скажу Я за это, ребята Вам спасибо скажу Спасибо большое Вы знаете, я сейчас пою одну песню Которую я Я сейчас ставил с пулистами в спину Которую я не пел в концертах Никогда В своей жизни Ни разу Она была написана В значительной степени Под влиянием Этой могучей личности И вот как нельзя, кстати, отражает Наверное Как нельзя, кстати, подходит Для сегодняшнего вечера Я решил попробовать Ее спеть Хотя ей больше десяти Наверное, больше пятнадцати лет Этой песне Она очень грустная, но Попробую, что получится Я дирижер земли И музыки законы Я в жизни научился размечать И мой оркестр Не может замолчать Ведь в нем и трупы скрипок Миллионы Я палочкой своей Взмахну перед глазами Из партитуры пыль рукой сотру И тут же флейты водосточных труб Свои ноктюрны мне сыграет саль Но лишь одна беда Мне вечно душу кложит Ведь жизнь бежит, не слушаясь руки И сколько палкой воздух не сегит Несыгранный оркестр Сыграть не сможет Но я волшебный жест Остановить не смею Я свято верю Что таить греха Что если буду Очень им махать То может быть Хоть что-нибудь Сумею Сейчас перед вами будет выступать туэт Из двух братьев Валерий Мещук И Вадим Мещук Я их называю По старшинству Валерий Старший И впредь буду именовать Просто Мещуками Так вот Виктор Берковский Познакомился с Мещуками И сразу с ним подружился Когда те Еще только начинали Свою бардовскую карьеру В Риге А в последние десятилетия Своей жизни Виктор Семенович Много и плодотворно С ними работал И не только В рамках проекта Песни нашего века Например Он принял участие В записи Сольного диска Мещуков В качестве Бэк-вокалист Ну по-русски Это будет голос со сценой Братья Мещуки Мне очень понравился У нас ведущий Валерий и Это я Песня на стихе Китлинга Виктор Семенович ее посвящал Он написал ее Еще в прошлом веке В 80-м году И посвящал ее Нашим ребятам Которые играли Вот и местами Встал Кабул Вот Кабула Саблеон Другий поход Здесь ползода Утонула Шест Другу стоил В рот Брод, брод, брод Через Кабул Брод через Кабул И темнота Гвязь, бутцы и Кабул Ходит, пыркает, сердит Вот вам брод Через Кабул И темнота Нам занять Кабул вели Саблеон Другий поход Но скажите Неужели Другом мне Забенит Брод Брод, брод, брод Через Кабул Брод через Кабул И темнота Гвязь, бутцы и Кабул Коней фыркают, сердит Через Кабул Через Кабул И темнота На чертах Кабул Кабул нам нужен За Болевод Рубит Поход Трудно жить Без тех С кем дружен Знал, что взять Проклятый Брод Брод, брод, брод Через Кабул Брод через Кабул И темнота Но Господь Не дай Спотнуться Очень просто Заклипнуться Без тех Брод Через Кабул И темнота Нас уводят Из Кабула Саблеон Кроме Поход Сколько Наш Утонуло Сколько Жизни Стоил Брод Брод, брод, брод Через Кабул Брод, брод, брод Через Кабул Брод, брод, брод Через Кабул Аплодисменты На стихи Юрия Виттанского Я, побывавший там Где вы не бывали Я, побывавший то Чего вы не видали Я, уже там Стоявший Одной ногою Я говорю вам Жизнь все равно Прекрасна Да, говорю я Жизнь все равно Прекрасна Даже когда трудна И когда опасна Даже когда не сносна Почти ужасна Жизнь, говорю я Жизнь все равно Прекрасна Вот, глянусь назад Далека дорога Вот, ближу вперед Впереди немного Что-то там позади Города и страны Женщины были Жанны мои Анны Дружба была И верность Прожида и злоба В доме земли Стучали По крышку Брова Старец Корон Над темною Той Рекою Ласково Так Помахивал Мне Рукою Ниточка Жизни Шарик Непрочно Свитый Зыбкий Туман Надежды Дымок Соблазна Штопаны Перештопаны Мяты Питые Жизнь Не валюя Жизнь Все равно Прекрасна Небо Багрово Красно Перед Расходом Мอก Расходом Диру Закрит Руки Яс Здравствуй Мой друг Воробушек С Новым Годом Холодно прятать А Все равно Прекрасно Здравствуй Мой друг Воробушек С Новым Годом Холодно Ворот А Все равно Прекрасно АПЛОДИСМЕНТЫ Очень интересную историю расскажу. В 1997 году на очередном праздновании дня рождения Юрия Висбора в концертном зале «Россия» Виктор Семенович остался без своего постоянного партнера Дмитрия Богданова, который укатил за границу в командировку. Тогда Берковский решил попробовать выступить с хором из других участников концерта. Получилось так здорово, что идея хорового пения бардовских песен получила свое продолжение. И в 1998 году Георгий Васильев и Алексей Ивашенко инициировали создание легендарного проекта «Песни нашего веда». Научным руководителем, что я говорю, художественным руководителем которого до самой кончины оставался Виктор Берковский. Первый диск разошелся миллионными тиражами. В то время эти песни звучали на улицах Москвы, в подземных переходах, из окон проезжающих автомобилей, в магазинах, кафе и ресторанах. Успех был огромен. Сам Виктор Семенович хвастался, что в тот период при его появлении в родном институте заведующий кафедрой встречал ему словами. «Профессор, вчера я снова слышал вас на рынке». С тех пор коллектив «Песни нашего веда» записал 8 дисков. Пятый диск этой серии был полностью посвящен песням Виктора Берковского. Этот диск был задуман еще при его жизни, а увидел свет уже после его ухода. Выступает коллектив «Песни нашего веда». Я думаю, что если, Лешина, идея осуществится, то, конечно, фестиваль неформатных авторских песен имени Виктора Берковского будет начинаться с этой песни на стихе Эдуарда Багрицкого. Евракий начали фестиваль, потом Евракий, Ставракий, потом Папассатый фестиваль, Папассатый Ростов. Песня «Песня 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 «Песня»» Песня «Песня «Песня»» Песня «Песня «Песня» Песня «Песня «Песня» Песня «Песня «Песня»» Песня «Песня «Песня» Песня «Песня «Песня» Песня «Песня «Песня» ПЕСНЯ 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 Твоя Гренада, Гренада, Гренада моя. Пробитое тело на земь сползло товарищ, Впервые оставил седло, И я видел, над трупом склонилась луна, И мертвые губы шепнули на. Тогда трёхлась, за облачь и плёс, Ушёл мой приятель и песню улёс. С тех пор не слыхали родные края, Гренада, Гренада, Гренада моя. Отряд не заметил потери бойца, И я, ручка, песню допел до конца, Ишь по-нибудь и расползла, погодя, На бархат заката, слези до дождя. Новые песни придумала жизнь, Не надо, ребята, о песне дружить. Не надо, не надо, не надо, друзья, Не надо, Гренада, Гренада моя. Божественная суббота Божественная суббота Хлебнули мы плотом От дома и работы Укрылись на дно Ни суетная дама Ни улиц пятишка Нас не коснуться зяма До середины дня Как сладко мы пурили Как будто в первый раз На этом свете жили И он съел для нас Еще придут невзгоды Но главное — это урок Божественной субботы Нас терки вкусно Уже готовит старость Свой непременный суббота А много ли нам досталось За жизнь таких минут На пышном карнавале Торжественных невзгод Мы что-то не встречаем Божественных слов И руль мой друг сердечный Сдаваться не спеши Пока течет он грешный Неспешный мир души Ты же мой друг свободы Кто знает сколько раз Еще такой субботы Еще такой субботы Еще такой субботы Божественной субботы Наш ехо дарит нас Я просил Валерия сказать Его репризу Которая обычно в этом месте Должна была бы прозвучать Но он просит, чтобы я ее сказал Спасибо вам большое Мы еще увидимся с вами Минут через 15 Антракт Спасибо